МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Главное время местное». Сегодня в выпуске мы расскажем о таланте из станицы Обливской, воспевшем «Чирские зори». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пётр Вощинников – казак, музыкант, фольклорист. Человек, который задон и казачество, радеет душой и делом. Он создал и руководит по сей день казачьим ансамблем «Чирские зори». Наши коллеги из телекомпании «Навигатор» создали фильм к 70-летнему юбилею Петра Парфеновича, в котором использованы архивные видеоматериалы семьи Вощинниковых и звучат песни в исполнении фольклорного ансамбля. К сожалению, эфирное время в рамках информационного часа не позволяет показать фильм полностью. Полную версию смотрите сегодня чуть позже, в 23 часа 40 минут. А сейчас сокращенная версия фильма. «Степей ковыны, средь песков обильных, выросла близкая моя. Я тобой станица, буду век гордиться, где бы ни бывал каких краях». Я в разлуке с тобой не прощаюсь, мой родимый отеческий дом. Перед Господом не постесняюсь называться Донским Казаком. Он родился в том самом флигельке, который и по сей день стоит у него на подворье. Рука не поднимается сломать старое родовое гнездышко, принадлежавшее его родителям, Казакам Вощинниковым. Они сами и отстроили его, переехав в райцентр из хутора Солонецкого в голодном 33-м. «В этом вот флигеле я родился в 1944 году, 2 января». Родительский дом. Начало-начал. Хозяин частенько устраивает по нему экскурсии для гостей, каждый раз снова и снова возвращаясь в детство. «Кольцо это вот осталось, вот здесь вот я болтался в лёльке». Его мама Анастасия Петровна целых трое суток не могла разрешиться от бремени. Супруг её, Панфёр Матвеевич, в ожидании наследника, нервно нарезавший круги по двору, не выдержал. Запряг свою лошадку и привёз из амбулатории фельдшерицу Анну Кононовну. Наконец младенец закричал. «Голосистый!» – отметила вслух фельдшерица. «Как в воду глядела!» В будущем этот голос трансформировался в удивительный по красоте баритон, принеся его владельцу славу, признание, успех. Проснётся день красы моей, Украшен весь тот Божий свет, Я вижу море, Море вежу небеса Родины Как только гуляют у нас, и я тут первый. Но дело в том, что гармошку отец мне купил, принёс под Новый год на день рождения в мешке, вот, а я бородой не достаю, мне подстилали тряпки там, чтобы я не натирал бородёнку-то эту самую. Ну и всё. А там отец на седьмом меде радовался там этому. Вот так к музыке привился, и потом он, царство ему небесное, также мне и купил всё-таки баян. Мальца нарекли Петром в честь деда по материнской линии Петра Яраставича Лагутина, сложившего свою горячую казачью головушку в гражданской бойне 20 века под Ростовом-на-Дону. А сват его Матвей Вощинников, хуторской атаман, ушёл в отступ к Новороссийску, и с той поры ни слуху, ни духу, ни единой весточки. Потрепала беспощадная судьба-судьбинушка две семейные ветви казаков, Вощинниковых и Лагутиных, испытывая на прочность и характер, и людские сердца. Словно рентгеном сквозь череду горьких событий, время просвечивало насквозь души казаков. А станутся ли верными в своей клятве казачьим заповедям сохранят ли традиции и наказы предков? С детства такие были генетические передачи родителей казачьи. Отец у меня, значит, был казак, и всё, значит, потянет, и казак должен держаться везде там, и в драке, и в волю прививал такое вот. Ну и самое главное, что восхвожение, конечно, к старшим. С детства воспитанный в казачьем духе впитал с молоком матери любовь ко всему казачьему, быту, культуре, манере поведения, этикету. А главное, он пронёс сквозь годы безовременья и забытья, гонений и насмешек свои родовитые, столь дорогие его сердцу, казачьи гены. К счастью, я и не был коммунистом, не было тут. Так уж сложилась у меня жизнь. И в музыке досье, а уж пение. Земляки – любимое слово Панфёровича. Он обращается так к совершенно незнакомым людям на площади любого города, райцентра, куда приезжает выступать со своим ансамблем. Основная задача, планка, которую он для себя поставил, это нести казачью культуру к людям, достучаться до каждого. Ни разу не видел в аудитории, чтобы были люди, которые бы не откликнулись на его живую казачью песню. Про Петра Панфёровича Ващенникова можно книгу писать, и не одну. Про то, как окончив Обливскую среднюю школу, Петр Ващенников поступил на оркестровое отделение Ростовского культпросветучилища. Про то, как скромно начинал свою трудовую деятельность в Доме детского творчества аккомпаниатором танцевального кружка. Как заработал в общей сложности 35 лет педагогического стажа, работая в школе, создавая первоклассные хоры, вокальные группы, занимавшие призовые места на всех конкурсах в районе и за его пределами. И, наконец, кульминация биографического сюжета, к которому более других подошел бы заголовок «Человек, воспевший Чирские зори». Про то, как создал свой знаменитый сегодня на всю Ростовскую область казачий фольклорный ансамбль. Уже только один этот факт можно смело ставить на кон судьбе. Все, что сделал до этого, меркнет в лучах авторской славы бессменного руководителя, аккомпаниатора, вокалиста, композитора, собирателя донского казачьего фольклора. Песни не избитые, а наоборот, он их выкапывает с таких вот этих, что вспоминаешь, родители наши пели, деды наши пели, слышала в детстве я эти песни. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня это все. Программа вела Таисия Киргеева. Не пропустите главное время местное завтра в вечернем информационном часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин